Республика Молдова – единственная страна в мире, где осталось гораздо меньше работающих граждан, чем уехала за рубеж. В то же время в Молдове самая низкая зарплата в Европе. Такое мнение высказал эксперт по вопросам экономических политик Вячеслав Ионицы. «У нас больше работников за рубежом, чем в Молдове. За последние 15 лет люди перечислили домой из-за рубежа 27 миллиардов долларов, а зарплата в Молдове составила 19 миллиардов. Таким образом, мы здесь заработали меньше, чем объем денежных переводов из-за рубежа», – сказал эксперт. По его словам, средняя заработная плата в Молдове самая низкая в Европе – 212 евро. Эксперт считает, что наиболее серьезным является тот факт, что внутри системы оплаты труда каждый третий человек получает зарплату ниже 3000 леев, хотя средняя зарплата по экономике составляет 6000 леев. По мнению эксперта, еще одним элементом, который создает бедность, являются пенсии. Считается, что пенсионер проживает с достоинством жизнь, если получает пенсию, которая составляет 42% от средней заработной платы в государстве. Однако в нашей стране говорить о достойной старости сложно. Депутат-социалист Григорий Новак отметил, что граждане Республики Молдова в основном живут на грани бедности. По его словам, ситуация в стране более серьезная, чем отражают опросы общественного мнения. Депутат говорит, что неудивительно, что реформы, начатые после 2009 года, не дали результатов. Для предложенных реформ европейцы выделили десятки миллионов, сотни миллионов. Но результат, к сожалению, совершенно иной, чем ожидалось, сказал Григорий Новак. Депутат объясняет это тем, что значительная часть предоставленных денег не дошла до места назначения. Тем временем, по данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, около 8 тысяч человек нашли работу в первой половине этого года. Но число безработных в Молдове намного выше – почти 17 тысяч. 80% вакансий для людей со средним профессиональным образованием и неквалифицированных рабочих. В этом отношении наиболее востребованными специалистами на рынке труда являются те, кто работает в текстильной промышленности, области пошива одежды, на транспорте, в сфере связи и торговли. Для безработных с высшим и средним специальным образованием Национальное агентство занятости населения предлагает 2600 вакансий. Работодателям чаще всего нужны специалисты в области здравоохранения, образования и торговли. Не хватает работников и в органах местной публичной администрации. Среди вакантных должностей, а всего их более 400, фигурируют начальники отделов и управлений, главные специалисты, заместители начальников управления, экономисты, секретари, старшие инспектора, юристы, администраторы и водители. Только в аппарате Генпримара есть 63 вакантных места.